Аудиокниги Леонид Млечин Степан Бандера и судьба Украины Адмирал Канарис предлагает работу 31 мая 1941 года Нарком Госбезопасности Украины Павел Мешек Инструктировал своих подчиненных, начальников управления НКГБ западных областей В момент распада Польши немцами из польской тюрьмы был освобожден видный украинский националист Организатор убийства министра внутренних дел Польши Пиратского Степан Бандера Бандера сумел подчинить своему влиянию значительную часть организации, состоящей в основном из молодежи Создав таким образом так называемую «новую генерацию ОУН» Будучи неплохим организатором и имея хорошо поставленную, работающую против Мельника разведку Бандера сумел создать на территории западных областей УССР крепкую организацию И перехватить почти все организации в западных областях Украины, находившиеся ранее под влиянием Мельника Начиная с конца 1939 года, драка между Мельником и Бандерой разгоралась все больше и больше И к настоящему времени приняла настолько острую форму, что отдельные члены организации украинских националистов Мельниковского и Бандеровского направлений стреляют друг в друга, режут ножами, витинают один одному очи По последним данным, Бандера и Мельник готовят друг против друга террористические акты Бандера имеет почти безраздельное влияние на нашей территории Мельниковцы открыто поддерживают связь с гестапо Немцы лично переправляют эмиссаров Мельника на нашу сторону Бандеровцы же не разрешают своим членам, помимо провода, связываться с немцами Немцы не перебрасывают бандеровцев на нашу территорию, а лишь открывают для них границу в заранее обусловленном месте Для оказания практической помощи райотделам НКГБ задержать до особого распоряжения И максимально использовать командированных работников наркомата и УНКГБ восточных областей в количестве 765 человек На оккупированной польской территории руководство Организации украинских националистов искало контактов с командованием Вермахта Бандерой заинтересовались немецкие военные разведчики Санкции начальника Абвера, военной разведки и контрразведки, адмирала Вильгельма Канариса Бандере предложили деловое сотрудничество Еще за полгода до начала Второй мировой войны Андрей Мельник обратился к имперскому министру иностранных дел Германии Иохиму фон Риббентропу с простым предложением Вооружите нас, и мы поможем разрушить Польшу Ситуация на украинских землях в Польше достигла невиданного ранее напряжения Политико-психологические предпосылки для отделения западноукраинских областей от Польши Являются тем фактом, который никто уже не может изменить Для успешного осуществления такой акции При создании благоприятной внешнеполитической ситуации Необходимо только оружие Начальник второго диверсионного управления Абвера полковник Эрвин фон Лахузен Получил указание связаться с украинскими националистами Для того, чтобы вызвать повстанческое движение в Польше Которое имело бы своим следствием истребление поляков и евреев в Польше Но в сентябре 1939 года оуновцы не понадобились Польская армия быстро капитулировала Украинцы использовались в полицейских подразделениях на оккупированной территории Уже после войны взятый в плен полковник Абвера Эрвин Штольце Рассказывал, как они вместе с полковником Лахузеном встречались с Андреем Мельником Разговор происходил на конспиративной квартире в Берлине Немцы пытались примирить бандеровцев и мельниковцев, но не получилось Оба вождя организации украинских националистов состояли на связи у полковника Штольца Летом 1940 года мною был принят Бандера Который в разговоре со мной обвинял мельников в пассивности Доказывал, что он, Бандера, является избранным вождем националистов Однако для пользы дела он примет все меры, чтобы примириться с мельником Через несколько дней мною также был принят мельник Мельник обвинял Бандеру в карьеризме, что он своими необдуманными действиями Погубит подполье, созданное на территории Советской Украины Бандера по характеру энергичный, карьерист, фанатик и бандит Мельник спокойный, интеллигентный человек После моих встреч мельник и Бандера встречались между собой Во время встречи к примирению не пришли, а наоборот обострили свои взаимоотношения Мельник поехал в Италию, якобы к жене убитого коновальца Поэтому Бандера, по сути, возглавлял националистическую деятельность и подрывную работу В августе 1941 года адмирал Канарис поручил мне прекратить связь с Бандерой и во главе националистов удержать Мельника Бандеру это обозлило, так как он считал, что его связь с нами есть признание его в качестве руководителя националистического движения, а не нашего агента Не все ведомства Третьего Рейха приветствовали сотрудничество с украинскими националистами В партийном аппарате брезгливо относились к любым контактам со славянами Но Канарис, пользуясь особым положением вооруженных сил, отстаивал свою прагматическую позицию Организация украинских националистов полезна Адмирал обратился в аппарат ЦК нацистской партии Мне не представляется целесообразным выступать с запретами этого самого большого движения, дающего определенную гарантию сплочения всего украинского в Германии Считаю также необходимым избегать нежелательного военного противостояния Степан Бандера и другие руководители украинских националистов видели, как ведут себя немцы на оккупированной территории Преступления нацистов их нисколько не смущали Напротив, уничтожение поляков и евреев вполне устраивало Они были уверены, что к ним немцы отнесутся иначе Вермахт готовился к войне против Советского Союза Украинских боевиков обучали в Данциге, ныне Гданьск, где они давно обосновались После Первой мировой войны, в соответствии с Версальским мирным договором Город превратили в особое государственное образование вольный город Данциг Под протекторатом Лиги наций Особый статус Данцига привлекал оуновцев Здесь они были недоступны для польской полиции Десятки тысяч бандеровцев прошли через Данциг Здесь вожди организации украинских националистов Наладили отношения с хорватскими националистами Анте Павелича Для западных украинцев создали месячные курсы Рассказал после войны фельдфебель Альфонс Паулюс Служивший в подчиненном Абверу полку особого назначения Бранденбург Ориентировали их на выявление важных военных объектов Если засылаемую группу снабжали радиопередатчиком То радисты проходили еще специальный курс Переброска на советскую территорию большей частью Происходила через Словакию и Венгрию Встречи с агентурой назначали либо в штаб-квартире Абвера в Кракове На вокзальной улице, либо на конспиративной квартире Где отправлявшиеся на задания бандеровцы или мельниковцы Могли остановиться на несколько дней Группа Андрея Мельника еще и готовила для Абвера переводчиков Которые потом будут сопровождать вступившие на советскую территорию части вермахта Бандеровцы обещали передать 700 боеспособных украинцев под немецкое командование Из западных украинцев накануне нападения на СССР сформировали батальон Курень, Нахтигаль, полное название, специальная группа Соловей Командир, сотник Роман Шухевич Из восточных украинцев сформировали батальон Роланд Полное название организации Роланд Командир майор Евген, побегущий, некогда сражавшийся в украинской галецкой армии Роланд в середине июня 1941-го перебросили в Румынию Ему предстояло действовать в составе 11-го армейского корпуса Задачи Пункт 1. Использование в бою для поддержки немецких войск Пункт 2. Окупация, зачистка и обеспечение безопасности в областях, прилегающих к маршрутам наступления вермахта Пункт 3. Формирование украинской самообороны в занятых вермахтом городах Пункт 4. Обеспечение линии снабжения и оказание помощи при вывозе и охране военно-пленных Батальон Нахтигаль обучался в составе разведывательно-диверсионного полка Абвера Бранденбург 800 Мельниковцы отдельно образовали Буковинский курень Около тысячи человек под командованием бывшего подпоручика румынской армии Петра Александровича Войновского Абвер видел в украинских националистах подсобную силу в будущей войне против Советского Союза Абандера решил, что немцы дадут украинцам независимое государство Гитлер уничтожит Сталина и Украина достанется украинцам Степан Бандера неправильно истолковал немецкие намерения Украинские националисты уже пытались создать свое государство на территории Подкарпатской Руси Которую у нас в стране называют Закарпатской Украиной А на Западе чаще всего Рутенией Сами украинцы предпочитают иное название — Галичина Среди них отдельным народом считают себя карпатские русины, руснаки, карпаторосы То есть славянское население южных и северных склонов Карпат Во времена империи — забитый и бесправный народ Пока этот регион находился в составе Австро-Венгрии То именовался Угорской Русью Когда империя рушилась, венгры пытались сохранить ее под своим управлением И в декабре 1918 года предложили образовать автономию — Руська-Крайна Но страны-антанты, победители в Первой мировой, передали область Чехословакии Местное население получило автономию в рамках Подкарпатской Руси Которая имела свое правительство, гимн, герб и флаг Когда Гитлер вознамерился расчленить Чехословакию в апреле 1938 года Образовавшаяся там Украинская Центральная Народная Рада Приняла манифест, начинавшийся словами «Да здравствует свободный и независимый украинский народ» В октябре 1938 года Прага вынужденно признала автономию Карпатской Украины 11 октября здесь сформировали свое правительство 26 октября премьер-министром стал Августин Волошин Лидер украинского движения в Ужгороде Бывший депутат Чехословацкого парламента Подписанный им указ вводил новое самоназвание Карпатская Украина Но венгры тоже не хотели упускать удобную возможность Расширить свою территорию 14 марта 1939 года Их войска вошли на территорию области Украинцы пытались защищаться 15 марта объявили о независимости Карпатской Украины Избрали Волошина президентом Он подписал телеграмму в адрес министра иностранных дел Германии Иохима фон Риббентропа С просьбой о признании Третьим Рейхом нового государства Появление Карпатской Украины Повсеместно вызвало взрыв энтузиазма среди украинцев Поспешно формировали Организацию национальной обороны Карпатская сечь В нее вступило несколько тысяч добровольцев Чтобы дать бой венгерским захватчикам Но Берлин занял сторону Венгрии Союзницы в будущей войне Украинцы Гитлера не интересовали Закарпатская Украина погибла Она просуществовала всего два дня Почему украинские националисты решили Что в 1941-м будет иначе? Субтитры создавал DimaTorzok